Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Монеты разных стран и эпох. Золотые Маренго. В середине июня 1800 года французские войска Наполеона I Бонапарта вблизи итальянского городка Маренго разгромили австрийскую армию, остатки которой вынуждены были покинуть территорию Италии. В честь этого исторического события Монетный двор в Турине в январе 1801 года отчеканил 1200 экземпляров золотых 20-франковых монет. Эти памятные монеты всего лишь за несколько месяцев нашли своих хозяев, поэтому Монетный двор в июле того же года выпустил еще 1700 штук таких же денежных знаков, которые получили название «Маренго». Круговая легенда на реверсе гласила, Италия в Маренго стала свободной. Но и вторая часть выпущенных монет за короткий промежуток времени быстро «растворилась» в стране. Поэтому Римский монетный двор в марте-апреле 1802 года наладил дополнительное производство золотых моренго, которых к концу декабря выпустил в свет чуть более 12500 экземпляров. Безусловно, моренго из золота в первую очередь пополнил коллекцию французского императора, нумизматические собрания его полководцев, других вельможных лиц Франции и Италии. Что интересно, еще задолго до восточной военной кампании Наполеона 1812 года, золотой моренго уже находился в руках русского императора Александра I Павловича. Дизайн этих высокопробных памятных монет был удивительно потрясающим. Моренго украшал любую коллекцию. А общий тираж для Европы в количестве менее чем 16 тысяч являлся просто мизерным. Это стремительно уловили фальшивомонетчики XIX века. Поддельные моренго так, некие швейцарские мошенники Флорин Винсан и Хьюго Ришар, Флерин Винсент, Хава Ричард, в 1804 году в Женеве наладили изготовление поддельных моренго. Их изделия практически точно копировали рисунок подлинных монет, но весом отличались, потому что содержали в себе только половину требуемого золота. Денежный цех Винсана и Ришара продержался около двух лет, и они предстали перед судом. Дальше всех пошли французские фальшивомонетчики Даниил Мора и Доминик Ламберт, Даниил Мора, Доминик Ламберт. В 1806 году Тулузская нелегальная монетная мастерская изготовила первые поддельные медные моренго, покрытые тонкой золотой пленкой. Эти произведения стали пополнять коллекции немецких и скандинавских нумизматов. Однако о фальшивках стало известно лишь после гибели наполеоновских армий в 1816 году. Фальшивомонетчики Мора и Ламберт скрылись от правосудия. Государству достались лишь монетные чеканы и полуфабрикаты денег. История выпуска поддельных золотых моренго на этом не закончилась. В 1879 году в немецком Марбурге, Марберг эндерлан, разоблачили некого Вернера Хоффмана, Вернер Хоффман, который в одиночку кустарным способом изготавливал для богатых коллекционеров золотые моренго. Монеты действительно были из качественного золота и по весу почти совпадали с настоящими. Выдавала, их только, расплывчатость, рисунка оборотной стороны и отсутствие возле буквенной круговой легенды монеты некоторых мелких деталей. Известно о подделке золотого моренгов Италии в 1900 году, как раз в честь 100-летия знаменитой битвы. Авторы фальсификатов, к сожалению, неизвестны. А вот их произведения, сохранились в частных нумизматических коллекциях. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.